Сегодня у меня есть много огромных обновлений для сообщества Икст. Мы поговорим о некоторых очень огромных обновлениях от Ватспас, МВФ по криптографии, и мы посмотрим короткий клип о цифровой торговле. Я надеюсь ты досмотришь до конца, так как сегодняшнее видео будет битком набито и как всегда зажигательным как обычно. Смотрю на него из фонда Икст. Итак, ребята, снова прошла неделя. У нас есть еще несколько огромных обновлений от сети Икст. Сообщество Икст собирается спонсировать консенсусное мероприятие Ребята, на котором будет говориться о многих вещах Ребята. И просто помните, основатель консенсуса также является одним из основателей Эфириум Ребята. У нас было много серьезных встреч с некоторыми из соучредителей Икст, что стало еще одним огромным открытием Ребята, потому что вы знаете куда движется Икстиси. Икст собирается отправиться на Луну Ребята в ближайшие месяцы или годы. И в конце, ребята, вы там видели, мы также собираемся спонсировать мероприятие Эс в Дубае. Рассказывая о разработчиках Эфириум и о том, как они могут работать над перекрестными мостами Ребята. И я думаю, что это будет монументальное время Ребята, когда люди будут рассматривать возможность перехода на более совершенные сети. Потому что не каждый блокчейн будет здесь, как только вступит в силу правила. Некоторые из них подкупили себя, чтобы пробиться наверх. Похоже, что Эдх работала за кулисами, подкупая этих высших регуляторов. Но, ребята, Икстиси займет свое законное место, потому что он будет работать с остальными топовыми блокчейнами. Так что, ребята, еще раз повторяю, Икстиси находится именно там, где ему нужно, и это будут ребята номер один. В этом нет никаких сомнений. Так что я надеюсь, ты готов. Давай перейдем к следующему этапу. Смотрю твит Аниша, генерального директора ВАЦПАЙ, и он говорит нам здесь, что первый индонезийский банк по программе Хаджа и Умры. Теперь, ребята, у них есть крупный банк в Саудовской Аравии, принимающий участие в этой программе. И, ребята, мы знаем, что Саудовская Аравия уже внедряет технологию ВАЦПАС, не так ли? И это немалая возможность, ребята. Мы говорим о миллиардах долларов каждый божий год, которые тратятся на эти визиты в Саудовскую Аравию. И, ребята, в будущем это будет только расти. И главное здесь, ребята, то, что как только Саудовская Аравия внедрит эту технологию, предоставляемую ВАЦПАС, все больше стран по всему миру увидят, насколько эффективен этот платежный протокол. И это будет эффект домино, ребята. На мой взгляд, это будет по всему миру, потому что платежная система ВИЛСПАС единственная в своем роде. Так что сейчас мы рассмотрим короткую тему, просто чтобы объяснить, насколько огромна эта возможность. Итак, мы смотрим на твит от Рич Калча. Во-первых, программа Хаджа и Умра набирает обороты. В качестве повышения квалификации для новичков, ВСПАС сотрудничает с Джетто, чтобы преобразовать платежи паломникам. ВСПАС работает с министерствами по делам религии в Юго-Восточной Азии и несколькими исламскими банками в качестве эмитентов этой программы. Во-вторых, паломничество Хаджа и Умра оценивается более чем в 20 миллиардов долларов США. Это будет первая в истории программа, в которую средства будут загружаться и использоваться в качестве фиатных средств в соответствии с законами шариата. Номер три, как только что сказал Наманиш, встреча с ключевыми индонезийскими банками. У них уже есть один банк, о котором мы только что говорили. Здесь мы видим встречу с Банком Бай, который является дочерней компанией Банкомандири. Так что официальных объявлений пока нет, ребята, но о чем вам говорит эта фотография? Картинка говорит вам тысячу слов. И у тебя запланирована важная встреча с Бай, которая определенно работает с Виордспейс в фоновом режиме, потому что ребята, они хотят внедрить эту технологию. Почему бы тебе не воспользоваться этой технологией, которая обеспечит тебе мгновенные платежи, мгновенные решения всех проблем, с которыми ты сталкиваешься. И в-пятых, просто чтобы дать вам представление о том, насколько хорошо позиционируется стратегическое партнерство Виордспейс с ЖД. Позвольте мне включить твит от кого-то, кто живет в Саудовской Аравии. Я быстро просматриваю этот твит Демира. В настоящее время я работаю в Саудовской Аравии, и теперь я видел этот POS автомат повсюду. Рынки, торговые центры, автозаправочные станции, парикмахерские и т.д. Я надеюсь, что PayPay добьется успеха благодаря этому партнерству с ГДР. Это будет частью этих транзакций в ближайшем будущем в КСАФТ, сейчас мы расплачиваемся кредитной картой. Так что ребята, как и то, что эти ребята только что пытались объяснить здесь, это работает по всей Саудовской Аравии. Сейчас компания добавляет POS машины во многих областях. Так что куда бы ты не собрался, ты сможешь расплачиваться с помощью ватспа и ребята. Это ребята из будущего. Будущее за цифровыми технологиями, и ватспас уже опережает многие другие проекты, превращая эту систему мгновенных расчетов в реальность. И ребята номер шесть, в спейс проделывает серьезную работу. Мы трансформируем платежный сектор. Вот вам пожелания, его твиты и бандов всего наилучшего на пути вперед. И как вы можете видеть, Джейн, генеральный директор ватспас, сказала, что мы создаем технологию, которая соединяет блокчейн с традиционной и существующей платежной экосистемой во всем мире. Так что внедрение становится намного проще и быстрее, чем создание чего-то с нуля. Итак, ребята, мы уже знаем, что старая технология не работает. Они не собираются ничего строить сами. Они полагаются на эти блокчейн-финтехи, которые сделают за них тяжелую работу. А что будет дальше, ребята? Они соединят все воедино, и все это будет работать вместе слаженно, ребята. И ватспай работает со многими правительствами, ребята. Мы видели доказательства за доказательством того, что все идет вместе. Сейчас они сотрудничают с Саудовской Аравией, Дубаем и многими банками, и еще многие должны прийти в этом году. Так что, ребята, я надеюсь, вы готовы, потому что вт даже по текущей цене определенно стоит того, чтобы в него вложиться, если вы не можете себе этого позволить. Это никогда не финансовый совет, ребята, но вы знаете, где деньги, потому что вт определенно создаст много новых миллионеров в будущем. Так что, пожалуйста, обратите внимание на то, сколько платят. Давай перейдем к следующему этапу. Глядя на меня из Майкла Криптоу Икстст, просматривающего документ МВФ «Элементы эффективной политики в отношении криптоактивов», документ номер 2023-4, криптоактивы не новые, но сильный толчок к разработке соответствующей политики для борьбы с ними есть. Так что, ребята, взглянув на этот зеленый захват, становится совершенно ясно, что МВФ считает, что криптовалюта здесь надолго. Это абсолютно ясно, ребята, прочитав это. И я просто прочитаю краткий раздел здесь. В то время как криптоактивы появились после глобального финансового кризиса. Ребята, это не было совпадением. Биткоин, экосистема, которая была создана после глобального финансового кризиса, не была совпадением. Все это происходит по плану. Поэтому, пожалуйста, не отказывайся от него. Не подавайся на эти запреты на криптовалюту и тому подобное, потому что мы знаем парней, снова и снова мы видели доказательства того, что криптовалюта здесь надолго. До недавнего времени они не считались представляющими значительных рисков. Так что сейчас речь идет о крахе Экс, так как многие биржи теряют ликвидность. Так вот, что они имеют в виду, ребята, потому что это приведет к введению правил, что и происходит с момента краха Экс. Волатильный рост их рыночной капитализации, их растущая окраска по сравнению с другими финансовыми активами и их внедрение на многих развивающихся рынках. Изменили представление о рисках, связанных с криптоактивами и необходимости соответствующей политики для их устранения. Теперь мы можем видеть здесь, ребята справа, цифру рыночной капитализации криптоактивов номер один. Рыночная капитализация достигла 3 триллиона долларов. И ребята, они знают, что это рыночные возможности стоимостью в сотни триллионов долларов, потому что, как только мы получим это мега внедрение по всему миру. Как только мы получим эти правила, как только у нас будет эта политика в отношении криптоактивов, вы увидите, что коммунальные проекты пойдут на луну, ребята. И в этом нет никаких сомнений, ребята. Многолетние приверженцы бриллиантовых рук, безусловно, будут вознаграждены. И мы уже знаем, ребята, МВФ, Международный валютный фонд занимается криптографией уже более 10 лет, ребята. Эти большие мальчики уже знали, когда создавался биткоин, какова будет его цель. Это должно привести широкую общественность, массы к новой экономике, которая полностью цифровая. С них хватит наличных парней. Они хотят, чтобы наличные ушли в прошлое. Так что я надеюсь, ты готов. Я надеюсь, что ты ответственно инвестируешь в полезные монеты, а возможно и в золото и серебро, ребята. Так что, пожалуйста, будь готов. Давай перейдем к следующему этапу. И еще о ребятах из МВФ от Майкла Крипто. В то время как G20 рассматривает вопрос о запрете криптовалют, МВФ переходит к регулированию криптоактивов. Так что теперь, ребята, вы можете видеть на этом снимке экрана здесь. Номер 4 четко указывает на то, что они хотят установить юридическую определенность криптоактивов и устранить юридические риски. Теперь, ребята, ясно, что они хотят регулировать это, чтобы они могли использовать эту технологию, чтобы они могли публично объявить, что мы собираемся использовать блокчейн. Потому что, ребята, мы знаем некоторые банки стоимостью в триллион долларов, некоторые из этих больших парней – BlackRock, Джип Морган. Они все я работаю за кулисами, чтобы воплотить это в реальность. И я верю ребятам, они готовы действовать. И в этом году потенциально могут появиться правила и большие мальчики, объявляющие о определенных криптопроектах, которые они собираются использовать. Итак, ребята, я надеюсь, вы готовы, потому что это обычное дело. Пожалуйста, обратите внимание. Давайте перейдем к следующему этапу. Смотрю на это с точки зрения Майкла Крипто Икст. Прежде чем произойдет массовое внедрение криптоактивов, мы столкнемся с жесткими правилами первого. Многие цифровые валюты и активы исчезнут после того, как рынок будет отрегулирован. Выживут лишь немногие. Я думаю, сеть Икст может быть одной из них. Ребята, я не думаю, что у меня есть какие-то сомнения. Я не думаю, что у вас тоже должны быть какие-то сомнения, потому что Икст является частью экосистемы ИСУ. Она работает с Икса, МВФ, многими крупными банками. Она участвует в качестве единственного блокчейна с некоторыми крупными торговыми гигантами. Это помогает Млетр. Ребята, нет ничего удивительного в том, что мы уже работаем в регулируемых условиях. Ну а ребята, как я уже много раз говорил на своем канале, 99% криптовалют исчезнут. Останутся только полезные монеты. Ведь многие банки уже сказали нам, что мы ищем проекты, ориентированные на полезность. А теперь, ребята, вы должны обратить внимание на то, что говорят большие мальчики, потому что они говорят вам, что хотят полезности. Поэтому, пожалуйста, пересмотрите свое портфолио. Убедись, что ты инвестируешь в полезность, потому что ты не хочешь быть вовлеченным в определенные монеты-мемы, потому что это быстрые, богатые и простые схемы, которые на самом деле не работают, ребята. Ты действительно теряешь много денег в долгосрочной перспективе. Я бы посоветовал инвестировать в полезность и просто сидеть сложа руки, расслабляться и наслаждаться шоу, потому что все это шоу. Давай перейдем к следующему этапу. Смотрю на твит от КСРПЧП. ИКСТ обещает быть грандиозным. Итак, ребята, мы посмотрим этот короткий клип, касающийся цифровой глобальной торговли, а затем обсудим это в конце, ребята. Потому что я думаю, что это действительно важно для экосистемы ИКСТ, потому что мы атакуем торговлю и разрыв в 22 триллиона долларов. Законопроект об электронных торговых документах, наверное, один из самых важных законопроектов, о котором никто никогда не слышал. Это очень простой законопроект во многих отношениях, но его потенциал практически безграничен. Так что, проще говоря, он просто позволяет принимать торговые документы в электронном виде. Теперь я представляю, как многие люди, настроившись на это, думают, конечно, так было десятилетиями. Мы все знаем о смарт-контрактах и их развитии в последние годы. Но проблема с торговыми документами заключается в том, что они носят притяжательный характер, так что возьмем, к примеру, коносомент, он притяжательный по своей природе. Проще говоря, ты держишь бумагу, ты держишь товар. До относительно недавнего времени невозможно было бы найти решение этой проблемы, особенно электронное. Потому что представь, что ты это сделал, скажи, давай поговорим об очень старом мире, если люди скажут, что если бы ты сказал, мы сделаем это в формате PDF. И ты перевернешь его, но у скольких людей есть этот PDF-файл? Откуда ты мог знать, что я единственный человек, владеющий этим PDF-файлом и, следовательно, способный владеть товаром? Ты не можешь этого сделать. В чем прелесть этого законопроекта? Хотя он и называется законопроектом об электронных торговых документах. Да, это связано с торговыми документами. Да, это связано с их электронной основой. Но на самом деле, с нашей точки зрения, это потрясающий пример законопроекта о технологиях. Из современной технологии, очевидно, блокчейн дает эту возможность иметь неизменность, обладать этим электронным торговым документом и быть в состоянии утверждать. Что обладая этим электронным торговым документом? Вы обладаете этими товарами, какими бы они ни были на лодке, в самолете, где бы они ни находились. Вы владеете этими товарами. Документ, ты держишь в руках добро. Так что это супер пример объединения технологий, которые у нас сейчас есть, красоты общего права и проведения этого через парламент Великобритании. Так вот в чем миссия? Это невероятно простой законопроект, но его потенциал экстраординарен. Так что, как вы слышали, ребята, один из лордов из Великобритании рассказывал нам, насколько огромен этот законопроект. А вы слышали это, ребята? Технология блокчейн позволяет этому законопроекту продвигаться вперед. Ребята уровнем Л, как вы знаете, уже находятся на самых высоких уровнях парламента Великобритании. Он определенно будет принят, потому что самое время. В нем была проведена реконструкция. А с ребятами из Млеттер это всего лишь вопрос времени. Как только они одобрят этот законопроект, надеюсь, с июня этого года, тогда мир будет принимать этот законопроект повсеместно. Все правительства страны ждут этого законопроекта, ребята. Потому что они не только экономят кучу денег, ребята, вы говорите о триллионах в долгосрочной перспективе. Это также сэкономит массу времени. Это даст им доступ к данным в режиме реального времени, а не к бумажным парням. А ты уже знаешь историю бумажных работ. Бумагу трудно продвигать вперед во всем мире. Тебе придется перевозить тонны бумаги. Это определенно дорогие ребята и большая трата времени впустую. И вот тут-то на помощь приходят парни Икстст. Очевидно, ты уже знаешь это, потому что Икстст единственная блокчейн часть этой огромной инициативы. Которая позволит сократить разрыв в 22 триллиона долларов, который только растет, ребята. И вот как Икстст просто вписывается в ситуацию, ребята, потому что мы единственный блокчейн, атакующий законопроект Млеттер. И это всего лишь вопрос времени, когда весь мир будет использовать сеть Икстст, чтобы сделать все, что раньше было невозможно реальностью, ребята. Так что я надеюсь, вы готовы, ребята, потому что Икстст определенно изменит многие жизни, ребята. Все, что тебе нужно сделать, это набраться больше терпения и бриллиантовых рук. Все в порядке. Так что я надеюсь, тебе понравилось сегодняшнее видео. Большое тебе спасибо за просмотр. На сегодня все, ребята. Если тебе понравилось видео, ты знаешь, что делать. Пожалуйста, нажми на кнопку подписаться. Пожалуйста, поставь лайк этому видео и поделись им с семьей и друзьями, и дай им знать то место, где они должны быть, если они хотят быть готовыми к криптографии. Увидимся завтра на другом видео. Береги себя.